Медицина лечит человека, а ветеринария человечество. Это, пожалуй, самое любимое выражение ветеринара. Парадоксально, но до недавнего времени у врачей, лечащих животных, не было своего профессионального праздника. Появился он только в 2014 году. 31 августа коллеги самого известного ветеринарного врача доктора Айболита будут отмечать свой профессиональный праздник. В преддверии этого дня мы отправились в Вышеевку, чтобы провести один день с людьми, которые лечат человечество. У ветеринаров, работающих в районных центрах, особенный специфик труда. С одной стороны, они, подобно своим коллегам из города, лечат мелких животных, кошек, собак. С другой, и в самих райцентрах, и в окрестных селах люди держат крупный скот, который на веревке в райцентре не поведешь. Мы принимаем животных не только те, которые впоследствии находятся в Вышеевке, но также по всему району. То есть это и отдаленные деревни, Шумовка, Семеновка. То есть как бы мы распространяемся на весь район. То есть своего рода ветеринарная скорая помощь у вас? Да. Но все-таки мелких животных даже в районах ветклиника гораздо больше, чем коров и свиней. Четвероногих пациентов начинают приводить сюда с самого утра. В день нашего приезда первым пациентом оказалась овчарка по кличке Рич. Хозяин заметил какое-то странное покраснение на губе у пса и решил его проверить у ветеринаров. Как оказалось, у Рича кожное заболевание, которое нужно лечить мазями. Пока ишевские ветеринары возятся с большим лохматым псом, очередь следом за ним занимают хозяева небольшого котенка, который не ест четвертый день. Через пять минут сюда уже несут еще одного кота, а минут через 15 из багажника внедорожника выскакивает дворняга, который вчера поучаствовал в драке и ей повредили ухо. Лечит домашних животных практически та же, как и людей. Уколы, мази, проводят им обследование с помощью аппарата УЗИ и, конечно же, берут анализ крови. Как говорит Дмитрий Горячкин, кровь – это зеркало организма. Хотя на некоторые обследования ишевские врачи все-таки отправляют пациентов в Ульяновск. А вот операции они могут проводить и в местной лечебнице, в том числе и самую грустную операцию – кастрацию. По соседству с ветеринарной лечебницей располагается лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Здесь животных не лечат, здесь делают так, чтобы люди не болели. Специалисты лаборатории проверяют мясо, молоко, яйца и даже мед, привезенный местными предпринимателями. Каждый продукт на конкретной параметре. Мясо на наличие трихинеллеза, молоко на плотность, жирность и кислотность. Но самая приятная экспертиза – это медовое. Мед проверяют на вкус, цвет и запах. Для этого его нужно осмотреть, понюхать и попробовать. Работы много у вас? Работы хватает. На целый день? На целый день. С 8 до 5 у нас рабочий день. Еще в это время у вас мед, молоко, яйца и мясо? Да, да. На основании этого выписываем ветеринарные свидетельства. Форма номер 2 и форма номер 4. Форма номер 4 идет у нас по району, форма номер 2 в пределах области и за пределами области. Общаясь с сотрудниками Ульянского районного центра ветеринарии и безопасности продовольствия, сложно не заметить, что здесь довольно много молодых людей. Как минимум в возрасте до 40. Хотя и опытных спецов, ушедших на пенсию, отсюда не гонят. Например, такие, как и Ростян Фиткулов, который работает ветврачом уже 34 года. Что поменялось в ветеринарии? Что стало хуже, что стало лучше? Поголовье уменьшилось. Снабжение препаратами, профилактической вакцинами у нас все имеется. Для лечебных целей все имеется. По мере возможности оказываемые услуги по всему району. А опыт Ростян Собержанович передается всем уже молодым коллегам. Например, таким, как 24-летний Антон Кузнецов, который закончил 2 года назад сельхозакадемию и приехал работать в Ишеевку. Или все тот же Дмитрий Горячкин, который работает ветврачом 5 лет. Почему решили пойти в ветеринар? Даже сейчас там модно быть дизайнером, менеджером чего-нибудь, а вы решили лечить живот? Желание помогать людям, потому что я еще сам вырос в деревне. С Антоном Кузнецовым мы отправляемся на пастбище, где в это время пасутся коровы местных жителей. Осматривать молодой доктор едет одну из коров Сергея Давыдова. Ишеевца, который сам когда-то был ветеринаром, но решил посвятить себя выращиванию скота. И следим за ними, знаем все в курсе. Любой хозяин знает свою корову. Уколы скотине сами ставите или все-таки коллег ставите? Ну, обращаемся. Без коллег никуда. В основном сами и к ним обращаемся. Держим дружбу. Коров Зорька, насчет которой у хозяина были какие-то сомнения в плане здоровья, не сразу дается в руки. Хозяин шутит, что на таких просторах грех не любить свободу. Но чтобы ветеринар мог послушать корову фонодоскопа, ей приходится послушаться. Прослушивание никаких признаков болезни не выявляет. Корова здорова, хозяин спокоен, ветеринар может ехать обратно в лечебницу, а мы домой. Продолжение следует...